Ученые Казанского федерального университета расшифровали геном молочно-кислой бактерии, которая имеет новый класс регуляторных белков. Те белки, с которыми мы работаем, это настоящие молекулярные процессоры, которые воспринимают сигналы о доступности питания для клетки, азотного питания, углеродного питания, энергетического. И в зависимости от этого они координируют весь метаболизм микробной клетки, чтобы она могла выживать, оптимизировать расход своей энергии, своих питательных веществ. Исследования ученые проводят в рамках гранта президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и докторов наук. Мы как раз хотим охарактеризовать вот этот совершенно новый тип белков, чтобы далее, управляя им на генетическом уровне, мы могли бы перепрограммировать метаболизм молочно-кислых бактерий для того, чтобы создавать новые закваски как для силосования для животных, так и, может быть, для создания новых пробиотических препаратов для человека и животных. К примеру, силос или по-другому корм для сельскохозяйственных животных, который приготовлен из богатых нитратами растений, очень ядовит, поэтому может представлять опасность для животных. Благодаря полученным результатам ученые планируют решить проблему загрязнения окружающей среды и продуктов питания. Эти результаты являются фундаментальными, и они объясняют, как, в принципе, микробная клетка адаптируется к различным условиям голодания, стресса. И, понимая, как устроен генетический механизм контроля метаболизма микробной клетки, мы можем управлять многими биотехнологическими процессами, также влиять на различные бактерии, которые являются патогенами для человека и животных, для того, чтобы заставить их работать в том русле, которое необходимо нам. Полученные результаты опубликованы в статье, вышедшей в журнале Current Microbiology. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универниус.